Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно по традиции мы с вами начинаем видео обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 31 октября. И как обычно уже по сложившейся традиции я хочу начать с напоминания о том, что идет сбор средств на закупку и производство дронов для наших славетных бригад ССУ, фондом «Не злам, не сердца», волонтерский фонд «Мистер Ирпинь» Киевской области. Поэтому напоминаю, кто может, пожалуйста, задонатьте, поделитесь и поддержите наших волонтеров, для того, чтобы они могли собрать эти дроны, закупить комплектующие, собрать эти дроны и отправить их на фронт. Кстати, выдвигается на днях будет первая оперативная полевая поездка с доставкой первой партии, ту, которую вы видели в ролике. Так что я надеюсь, что к концу этой недели мы уже получим первый результат, ну, во всяком случае, передачи бригадам. А может быть, бригады нас порадуют уже и боевым применением этих дронов. Ну, а мы с вами возвращаемся к оперативной обстановке, которая сложилась за прошедшие сутки и, как обычно, начинаем с сегодняшней ночи. Она тоже не отличалась большим спокойствием. К сожалению, российские оккупанты нанесли очередной удар по нашей стране, по Украине, применив два ударных беспилотника типа «Шахет-136-131» и одну управляемую авиационную ракету «Ха-59». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины оба беспилотника были уничтожены. Ракета, к сожалению, нанесла ущерб. А вот за прошедшие сутки на линии фронта произошло 36 боевых столкновений. Интенсивность упала довольно сильно. Всего враг нанес 7 ракетных ударов, 90 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня. Как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной глубине, в прилегающей глубине к линии фронта. В результате вот этих террористических атак по гражданским объектам есть погибшие и раненые среди гражданского населения, там Никополь, есть пострадавшие в Херсоне, есть пострадавшие, сегодня, кстати, маршрутку обстреляли, попало под огонь рашистской артиллерии, есть пострадавшие. Ну и гражданская инфраструктура, жилые дома, не только транспорт, но и жилые дома, и гражданская инфраструктура тоже попадают под обстрелы, разрушаются, и мы вынуждены их все это восстанавливать. Авиационные удары рашистских оккупационных оккупантов наносились в основном в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот под артиллерийским огнем рашистских захватчиков оказалось более 110 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Далее рассмотрим с вами зоны ответственности и оперативные направления групп войск. Итак, у нас в зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север на Волынском и Полесском направлениях. Кооперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, пытается проводить диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений государственной границы вдоль государственной границы Украины и РФ. Далее у нас зона ответственности оперативной группы войск Хортица. Это Купенское, Лиманское, Бахмутское направления. И тут надо отметить, что в принципе по всей линии фронта видите, 36 боевых столкновений. Это в два раза снизилась боевая активность. На Купенском направлении враг пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка, но было всего две атаки, две попытки. Они обе оказались неудачные, враг понес потери и, не добившись успеха, откатился на исходные рубежи. Также расистские войска продолжают давление в лесу южнее Лимана Первого. К сожалению, здесь они имеют частичный успех. На Лиманском направлении тут враг наступательных действий не производил. Здесь шла позиционная борьба, обмен перестрелки и обмен артиллерийскими огневыми ударами. На Бахмутском направлении тут противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки и где наши защитники отразили три атаки. Но, как говорит наше командование, что в районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку, перешел от обороны к активным действиям. Такими действиями расисты пытаются остановить движение сил обороны. Ну, то есть, наше продвижение вперед, вот они пытаются остановить. Они вытягивают сейчас второй эшелон, то, что у них там было за спиной во втором эшелоне, им все вытягивают в первый эшелон, пытаясь организовать, как это было на прошлой неделе, пытаясь организовать на том же Бахмутском направлении встречные бои для того, чтобы не допустить дальнейшего продвижения наших войск в сторону дороги Бахмут-Горловка. И, несмотря на то, что враг несет большие потери и не может достичь поставленных целей, потому как мы продолжаем все равно продвигаться вперед, хоть медленно, но уверенно. Вот. Тем не менее, он не прекращает попыток остановить продвижение наших войск. Далее у нас с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия, Авдеевское направление. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Также враг продолжает наступать на южном фланге Авдеевки и в лоб города. То есть, да, они все-таки пытаются, активность сейчас немножко упала, но они пытаются держать напряжение наши войска, не давать возможности маневрировать силами внутри населенного пункта Авдеевка. Поэтому атаки идут как в лоб, так и на южном фланге самого населенного пункта. И наступательные действия противника в районах населенных пунктов Тоненькое, Первомайское и где силы обороны отразили пять атак, тоже не увенчались успехом. Сейчас надо отметить, что на сегодняшний день затишье, небольшой спад активности со стороны расистов и скорее всего он продиктован переброской войск. Я прихожу к выводу, что в ближайшие дни нам надо ожидать третьей волны, третьей попытки штурма Авдеевки. Но уже теми силами, которые им удалось собрать с разных оперативных направлений и из Лиманского направления снимали войска и из глубины вытаскивали со второго эшелона вытаскивали войска, которые на этом направлении есть. И активность будет еще на... Можно сделать вывод, что активность может быть проявлена как на Авдеевском, так и на Мариинском направлении. Они попробуют зайти через Мариинку или выдавить наши войска, выбить наши войска с Мариинки для того, чтобы... Это, скорее всего, второй запасной вариант, для того, чтобы в случае, если с Авдеевкой ничего не получится, мы удержим ее, а у нас есть все шансы на это, то тогда хотя бы в Мариинке достичь какого-то успеха и из Мариинки сделать слона. И продать этого слона расистам, показав, что вот у нас такие величайшие победы, мы 9 лет сражались и наконец-то что-то добились. посмотрим, как это у них получится. Там, в принципе, от Мариинки даже показать нечего, там каменное поле, там столько лет идет огневое воздействие артиллерии, а особенно сейчас, когда населенный пункт небольшой, а интенсивность боевых действий высочайшая, то там камня на камне уже не осталось, там сплошные руины, что они там будут показывать, трудно сказать. Хотя они, как обычно, расистская пропаганда снимет сюжет в одном городе, а скажет, что это совсем другой город. Так вот, оккупанты бросают мясные штурмы в Авдеевке и незащищенную пехоту, Шторм-Зет, об этом говорит нам Институт изучения войны, и об этом нам рассказывает один из пленных, которого взяли наши войска в районе Авдеевки и наши силы обороны. И он подтвердил, вот то, что сейчас я вам оглашаю выводы Института изучения войны американского, этот пленный подтвердил, что они без экипировки, соответствующей, без брони, с одними автоматами и каска, бронежилет, они идут на штурм наших позиций. Кстати, Институт изучения войны американский говорит, что вот эти роты Шторм-Зет за считанные дни теряют от 40 до 70 процентов личного состава. Даже даже рашистские военкоры, насколько им там запрещено об этом говорить и там пытаются их цензурировать, и то они отмечают, что якобы находящиеся на Авдеевском направлении, рашистская пехота идет в атаку без снаряжения и техники. То есть действительно мясными волнами пытаются закидать наши позиции, чтобы добиться хоть какого-то успеха. Ну и Марьянское тут же направление, там были штурмовые действия в районе Марьянки и Новомихайловки, вот здесь смотрите, там было всего лишь 5 атак на Авдеевском направлении, а на Марьянском направлении 15 атак. Они сейчас, пока идет вот эта передышка, перегруппировка, я бы так сказал, на Авдеевском направлении рашистских войск, они давят на Марьянском направлении, в надежде хоть там добиться какого-то успеха. Далее у нас идет Бердянское направление. Тут ситуация без изменений, боевые столкновения продолжаются у Приютного, в районе Приютного, и наши силы обороны отразили атаку врага в районе Старомайорского. Линия фронта без изменений, и в общем ситуация тоже за прошедшие сутки не изменилась. Мелитопольское направление наши защитники продвинулись вперед возле Работина, имели успех, и закрепляется сейчас на новых рубежах. Здесь вот, кстати, я вчера говорил, что сейчас наше командование занимается флангами, потому что там на флангах у них возникли проблемы, продвижение вперед мы пока я так понимаю приостановили, сейчас нет таких активных штурмовых действий с целью продвинуться вперед, а вот расширить вклинение для того, чтобы обезопасить логистические пути поставок и подвоза, да, вот это есть, то есть мы переключились сейчас на фланги, и на флангах кстати я говорил, что там там проблемы, вот именно на флангах проблемы у российских войск в связи снижением в результате потерь в связи снижением боеспособности этих частей и подразделений, которые воюют на правом и на левом фланге. Далее у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса и тут таврийское направление, тут украинские воины ведут контр-батарейную борьбу вот и как противник не прекращает авиационные и артиллерийские удары по правому берегу Днепра, я уже вначале сказал, вот Марганец в прошлые сутки очень сильно пострадал, Никополь подвергся, но Херсон сегодня к сожалению подвергся артиллерийскому удару со стороны российских войск. на относительно левого берега реки Днепр какое же там событие по заявлениям Южного оперативного командования там есть у нас определенные успехи, но пока конкретизации этих успехов нету, конкретики, а вот команда Дипстейт пишет, что продолжаются бои в крынках в населенном пункте, это левый берег, и враг бьет без конца артиллерии и кабами по островам на Днепре, видимо опасаясь, что на этих островах в дельте Днепра могут появиться наши войска. Далее, как вывод по всей линии фронта можно сделать следующее, что расисты продолжают наступать на многих оперативных направлениях, глобального успеха нету, существенно изматывают наши силы, надо отдать должное, они давят довольно сильно на многих направлениях. При этом всем враг параллельно пытается накопить резервы практически повсюду, таким образом увеличивая размер оккупационного гарнизона. То есть они сейчас тянут, ну я вам рассказываю, они сейчас потянули все, что было там в учебных центрах, тех срочников, которых тракт, вот это все сейчас стягивается. Есть информация, что на флотах, допустим, на Балтийском, на Северном флоте, там очень сильный прессинг испытывают матросы, рядовой сержантский состав, их агитирует ехать, писать рапорт и ехать воевать в Украину в качестве пехоты. Вот даже такая информация на сегодняшний день существует. Поэтому отмечается, что враг пытается хотя бы хоть какие-то резервы сформировать, потому что у них истощение войск намного больше, чем у нас. Ну и информация немножко по оккупированной территории довольно интересная, поэтому она попала в сводку. 27 октября расистские террористы в Кременной, это у нас лиманское направление, проводили так называемые контрразведывательные мероприятия по проверке документов у гражданского населения. И обыски проводили в частных домах хозяйственных построек, погребов и прочего, прочие домашние помещения у гражданского населения. Рашистские оккупанты устроили эту проверку из-за того, что получили информацию о проникновении в Кременную нескольких наших диверсионно-разведовных групп специального назначения. Но групп не нашли, а проверку провели, обыски провели. За прошедшие сутки авиация силы обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Еще один удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Также противовоздушной обороны Украины были уничтожены 12 ударных беспилотников, 2 управляемые авиационные ракеты и 6 разведывательных БПЛА. А вот подразделения ракетных войск и артиллерии поразили средства противовоздушной обороны, 5 районов сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 9 районов огневых позиций артиллерии и врага и еще 6 важных целей противника. Ориентировочные потери противника за прошедшие сутки составили в личном составе 870 оккупантов, в технике и вооружении в танках 21 единица, в боевых бронированных машинах 29 единиц, в артиллерийских системах 25 единиц, в реактивных системах залпового огня 10 единиц, в средствах ПВО 3 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 21 единица, в крылатых ракетах 2 единицы, автомобильной техники 35 единиц, и специальной техники 2 единицы. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну а мы с вами на этом мы как бы военную обстановку закончим и два слова надо сказать военно-политической обстановки она усугубляется. Вот что надо отметить тенденция идет к ухудшению обстановки в мире и действительно запах запах пороха и будем так говорить тень войны она все становится более более ощутимее на сегодняшний день на мировых просторах. И второй горячей точкой сегодня является ближний ближний восток после нашей войны. И соответственно страны принимают участие и по возможности готовятся к этим войнам вероятным если таковые не дай бог начнутся. США и Южная Корея провели масштабные артиллерийские учения артиллерийские учения в рамках имитации ответа на неожиданные артиллерийские атаки противника в стиле Хамас отрабатывались удары с целью устранить утечки провокаций вражеской дальнобойной артиллерии на ранней стадии говорится в заявлении командования сухопутных операций Южной Кореи к трехдневным учениям было привлечено 5400 южнокорейских и американских солдат 300 артиллерийских систем 1000 транспортных средств и самолеты ВВС как Южной Кореи так и Соединенных Штатов Америки там кстати это должно вот такие учения у них там артиллерия берется за основу потому что расстояние небольшие допустим артиллерия Северной Кореи может полностью покрыть Сеул по дальности достать до Сеула и наносить поражение поэтому они делают упор на артиллерию и сейчас там засекли перемещение техники уже КНДР стало поставлять кроме они поставили около 300 тысяч боеприпасов России и сейчас поставили эшелон был замечен с пушками с гаубицами точнее Д-30 только у них старый вариант в России сегодня основной является гаубица Д-30А это на гидравлике с гидравлическим домкратом а у них механический домкрат который выкручивается специальными ручками механически вывешивается эта гаубица там есть такая особенность у нее у Д-30 что без домкрата ее нельзя если домкрат не рабочий то вы не переведете гаубицу в боевое положение вы не поднимите колеса и не посадите гаубицу на станины даже не разведете станины в стороны для организации ведения огня вот такая вот особенность у Д-30 но и вот такое учение когда Корея и Южная Корея и Соединенные Штаты проводят учения именно с артиллерией то я думаю должны подстегнуть Северную Корею к тому чтобы прекратить поставки потому как снаряды самим нужны это прямая зависимость так что посмотрим как дальше Северная Корея будет реагировать и раздавать свое вооружение вот как белорусы подавали почти все запасы и сейчас сидят на том что у них есть в вооруженных силах и имеют минимальный запас Россия выгребла оттуда все что можно было выгрести и технику и боеприпасы и так далее вооружение далее тут же Соединенные Штаты обратите внимание Соединенные Штаты в Южной Корее теперь в Молдове проводят обучение вооруженные сил точнее в Молдове проходит учение вооруженных сил с участием военных Соединенных Штатов Америки вчера для привлечения в маневрах в страну прибыл военно-транспортный самолет НАТО Си-17 вот и там прибыли военнослужащие США они будут участвовать в этих совместных учениях Молдова начала заниматься вопросом обороноспособности ну это это внушает как бы позитив внушает надежду на то что Молдова готовится решать вопрос Приднестровья сейчас в принципе самое самое время начать его решение далее переносимся чуть севернее Беларусь и Литва ну вот Беларуси никак Лукашенко никак не имется то он выходит с заявлениями что о земле и мире давайте типа пытается себя продать как главного переговорщика в регулировании войны между Россией против Украины вот то он наоборот угрожает не он лично но Министерство иностранных делает заявление точнее хотя нет это его заявление было о том что в связи с тем что Литва закрыла все транзитные коридоры в Калининградскую область Рашистской Федерации вот Беларуси оставляет за собой право пробить военным путем то есть вступив в войну с НАТО ну Литва даже в составе НАТО пробить себе коридор в Калининградскую область Литва направила ноту протеста из-за этих угроз прорубить коридор в Калининград но тут интересный момент дело в том что Беларусь никакого отношения не имеет к Калининградской области это чужое государство кстати Лукашенко он там так и не закончил официальную процедуру слияния двух государств Беларуси и РФ в союзное государство но при этом выдвигает претензии как будто Калининградская область принадлежит уже единому государству или может Беларуси принадлежит уже она не является Калининградская область не является анклаом поэтому Литва может на свое усмотрение пропускать или не пропускать грузы и товары сухопутным путем это первое и второе Калининградская область не является составной административной частью Беларуси поэтому требовать транзитного коридора вот допустим как в ситуации с Азербайджаном и Арменией там есть одна область которая находится в анклаве между Турцией и Арменией и если Азербайджан столько лет решая вопросы Карабаха и пытался и туда в транзитный коридор решить вопрос ну так называемый договор сервитуда когда предоставляется коридор сухопутный коридор кстати в Карабах коридор был Лачинский коридор а туда Нахичевань а в Нахичевань коридора так Армения не предоставила насколько я понял на сегодняшний день с Ираном Азербайджан с Ираном решил вопрос создания транзитного коридора в Нахичевань в свой вот этот анклав принадлежащий Азербайджану здесь же причем здесь Лукашенко и Калининградская область есть у вас есть союзное государство пожалуйста через территорию России на Балтику и везите грузы морем в Калининградскую область вот если Белоруссия была составной частью административной единицей РФ тогда да хотя и тут РФ не может требовать транзитного коридора потому как Калининградская область не является анклавом морским путем до нее добраться вполне возможно вот такая вот перепалка перепалки устраивает или заочнее такие вот скандалы поднимает Лукашенко главная угроза прозвучала мы сейчас пойдем на вас войной бойтесь о том что Литва в НАТО ну наверное Лукашенко не подумал ну что ж первые истребители в 16 мы будем ожидать аж к весне 24 года об этом заявил пресс-секретарь воздушных сил Юрий Игнат полторы сотни это то количество которое позволило бы защищать нашу страну ее воздушное пространство это в перспективе когда мы заменим весь парк советской устаревшей моральной и физической техники на Ф-16 возможно на другой тип самолета например Гриппин заявил Юрий Игнат ну тут и хорошо и плохо плохо то что отодвигаются сроки все таки я надеялся что Дания нам в декабре передаст первые первые в 16 они так заявляли и наши пилоты там самыми первыми приступили к обучению вот основная масса самолетов должна была прибыть январь февраль ну теперь я так понимаю это отодвигается на март на весну так что так что ну вот это это не совсем хорошо а вот количество машин кстати я высказывал предположение о том что машин может быть много несколько десятков потому как в Румынии в Дании в Соединенных Штатах обучаются пилоты их их довольно довольно много уехало туда для обучения поэтому количество самолетов приятно удивляет что речь идет о 150 самолетах я не утверждаю что они все придут одновременно возможно это поставки на перспективу на ближайшую но тем не менее количество группы пилотов довольно многочисленные и их много в разных странах Шойгу Шойгу заговорил о мире о переговорном процессе ну видимо запахло жареным не так страшен черт как его молюют и тут проблемы я так понимаю проблемы возникают во всех сферах и нету очередей в военкоматах и 300 тысяч контрактников которые могли набрать за год за целый год за 12 месяцев они уже они уже здесь все и там в Арефии желающих осталось все меньше и меньше вот тем более выборы на носу они не могут объявить вторую массовую волну мобилизации чтобы не испортить Путину праздник совсем или человеку похожему на Путина который сегодня пытается изображать президента Арефии вот поэтому вот Шойгу заговорил и военно-промышленный комплекс самое главное военно-промышленный комплекс не справляется с поставками вооружений по потребностям фронта очень большой разрыв между возможностями допустим в танкостроении они могут из новых машин они могут выпускать ну максимум несколько десятков в год там 20-30 машин не более того в год а у нас тут потери иногда в сутки батальон улетает да они уже где-то 1200 в прошлом году они сняли танков с хранения и 400 танков они сняли в этом году с хранения точнее за последний несколько за предыдущий год и за последние несколько месяцев там цифра подходит где-то к 2000 танкам но это же старые танки это Т-62 это Т-55 54 это Т-80 советского варианта танк это все как бы ухудшает боевые боевые возможности войск ну и плюс а техника мы все больше чаще видим поставки машин которые которые гражданских те же буханки завод у вас там рашистский клепает в качестве в качестве для перевозки личного состава вот так что и видите гаубицы казалось бы в РФ больше 9000 орудий на хранение нет они берут гаубицы причем самых первых выпусков Д-30 у Северной Кореи это говорит о том что с артиллерией очень большие проблемы из хранения видимо особо снять нечего видно условия хранения были настолько плохие что они просто не подлежат восстановлению эти гаубицы поэтому Д-30 дальность 15300 метров единственное ее преимущество это гаубица создавалась для мотострелковых танковых подразделений 2С1 была в танковых подразделениях это артиллерия поддержки непосредственной поддержки войск при выполнении боевых задач то есть она находится прямо за вторым эшелоном действующих войск удаления 2-4 километра от переднего края это классика боевого устава это в обороне и дальность у нее очень маленькая единственное преимущество у нее круговой обстрел 360 градусов у этой гаубицы обстрел и они тянут вот это старье первых выпусков 60-х годов у нас выпускается эта гаубица они тянут ее из Северной Кореи поэтому с военно-промышленным комплексом я так понимаю что огромные проблемы особенно с количеством с возможностями ВПК выпускать необходимое количество вооружений для потребностей фронта и Шойгу заговорил Шойгу не Путин ну Путин говорит что они готовы к переговорам но уже давно кстати не говорил об этом а вот Шойгу заговорил что в случае если Запад готов то мы готовы к переговорам очень видно нужны переговоры это кстати к вопросу сколько еще может продержаться расистская оборона в Украине раз министр обороны уже запел песню про переговоры значит дела идут довольно плохо в плане возможности войск по выполнению задач в стратегической обороне ну и тут уже дальше пошли интересные немножко поговорим о Израиле и начнем издалека начнем с Махачкалы события произошли вы знаете довольно интересные вот там там местные жители в основном ну мужское население в основном кстати кстати возраст средний возраст довольно молодой где-то 35-40 30-35 лет устроили погром около полутора тысяч они сломали за ограждение ворвались в Махачкалинский аэропорт аэропорт двое суток не мог восстановиться люди сидели в самолетах они искали самолет из Израиля и пытались в аэропорту найти евреев для того чтобы их убить реально там толпа была разъяренная потом еще там есть гостиница возле которой тоже там кидали камнями в окна чтобы люди вышли из номеров а потом проверяли у них паспорта полиция не отказалась силовики отказались Росгвардия полиция местные отказались разгонять или успокаивать демонстрантов там кстати очень показательно одного полицейского поймали в аэропорту он там пытался им сказать что все успокойтесь тут нет евреев так его заставили извиняться что он братьям-мусульманам не дает возможности разгуляться в этом аэропорту и ну ситуация настолько была показательна что пришлось вести вести ОМОН там или СОБР что у них там есть Росгвардию пришлось вести из другой соседнего региона для того чтобы хотя бы защитить остатки этого Махачкалинского аэропорта и уже они там начали и то толпа кидалась отбивалась камнями есть пострадавшие особенно среди правоохранителей рашистских вот такая вот и показательная ситуация в том что в стране хаос можно легко поднять толпу и пойти а завтра кто-то подымет еще несколько тысяч и тоже и пойдет маршем на Москву как это сделал Пригожин самое интересное что когда Пригожин шел на Москву ни один человек не вышел защищать Путина ни один все наоборот приветствовали марш справедливости давай если на Рублевку мы с вами громить олигархов бей буржуев как там ешь ананасы рябчиков жуй день твой последний приходит буржуй так писал Владимир Маяковский так вот именно такая сегодня ситуация в РФ и видимо в Кремле спугались и Путин ну или человек похожий на Путина вышел с заявлением о том ну надо же было как-то объяснить эта новость облетела всю Россию надо было как-то объяснить с чего бы так так вот оказывается это не местные организовали не антисемитское движение в Дагестане а оказывается